А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе, страну разрушили, страну разведка подвела. И всё, и всё объяснено. Политики самих Соединённых Штатов, то не секрет, что самую агрессивную, самую жёсткую политику в защиту своих собственных интересов, так как понимают это американские руководители, проводят именно Соединённые Штаты. Причём из года в год. Наших войск за границей нет практически российских. Американские войска везде за границей, везде во всём мире американские военные базы. И они везде принимают участие в решении судеб других народов, находясь за тысячи километров от своей собственной границы. Поэтому упрекать нас в том, что мы что-то нарушаем, мы по сравнению... Это очень странно. Мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведёт себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то-то? К нам же подошла инфраструктура. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали всё-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себя Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединённой организации НАТО и России не сопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих обережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пятый мир Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развить. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже шесть часов подряд. Вопросами, гарантиями, вариантами решения. Ну, я считаю, что это благородная миссия. И благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые говорят о гарантиях безопасности с нашей стороны. А кто нам предоставит гарантии безопасности?